В многонациональном Кыргызстане в гармонии и согласии проживают более ста этносов. Как отметил президент Садыр Джапара в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю празднования 30-летия независимости республики, мы хотим сделать Кыргызстан стабильной многонациональной страной, где каждый гражданин чувствует себя счастливым и защищенным. В далеком 1962 году этническая турчанка, Шафика Бадалова вышла замуж и перебралась в селение мужа в Кыргызстан. С тех пор прошло 60 лет. С мужем вместе работали, вырастили детей, построили дом. Сейчас у нее четыре славных внука и восемь правнуков. Она рассказывает им про исторические корни, однако она никогда не чувствовала себя здесь чужой, а все из-за доброго и уважительного отношения друг к другу. По словам женщины, здесь ее дом и семья, а вкуснее воды, чем в Кыргызстане, для нее нет нигде. Я работала, вон в сад был здесь, в Чернорике. Как родные, братья, сестра работали, не отличались даже национальными. А сейчас тоже я веду вот сюда, у меня сколько, этот, друзья, Абхандая, Салава Сызмедель, а я спасибо дам. Конечно, мы как братья, сестра живем уже. Сколько раз и в Турции была, и в России было, нет такого воды, чтобы пили. А я целый день воду пью. И погода, и вообще, вообще, и уважение. В ноябре 1944 года, во время Второй мировой войны, из Грузии депортировали 86 тысяч этнических турок. Они осели в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Сегодня в стране проживают около 50 тысяч турок. В основном занимаются фермерством и земледелием, чтят свои традиции и культуру. Также принимают активное участие в различных культурных мероприятиях. Так и накануне они в своей красивой национальной одежде прошлись на параде. Кыргызстан – это очень прекрасное государство, где мы 76 лет проживаем. В 1944 году, 14 ноября, Сталин дал приказ и наших, те, которые не были на войне, детей, стариков, женщин, загрузили товарные вагоны и отправили никуда. И вот Аллах помог, мы попали в Кыргызстан. Мы, живя здесь, стараемся очень максимально вкладывать в экономику Кыргызстана свой труд, свои способности. Вот уже на протяжении 80 лет карачаевцы равные среди равных живут в Кыргызстане. Они настоящие закоренелые трудоголики. Их более двух тысяч, большинство которых проживают в Чуйской области. По воле судьбы в 1943 году территория Карачаев оказалась под оккупацией немецких войск. Однако выселение карачаевцев сблизило два горных народа – Аллато и Кавказа. Для всех представителей народов Кыргызстан является родиной. Дружба между народами заложена в сердцах, у которых общая история, культура и будущее. Люди, живущие в этой стране, все абсолютно мы кыргызстанцы. Кыргызстанцы, недавно концепцию утвердили. Мы граждане одной страны, и в том числе мы карачаевцы. Я горжусь, что мы живем в этой стране, что все замечательно, все хорошо. 30 лет для истории, для нашей – это мало, как мы стали независимым государством. Для всех представителей народов Кыргызстан является родиной. Дружба между народами заложена в сердцах, у которых общая история, культура и будущее. Хотел бы пожелать нашим многонародным народам Кыргызстана еще больше схватиться и усиленно работать во имя улучшения наших экономических показателей, чтобы народ жил просветающе. Как говорится, нет плохой нации, есть плохие люди. Каждая из проживающих народностей в Кыргызстане уникальна, и вместе с тем они представляют собой один дружный народ под названием кыргызстанцы.